Захотелось устроить такой разговор на троих. В прошлый раз мы начали разговор об отцовстве. Мы поговорили об отцовстве божественном, о том, насколько Бог – Отец по отношению к миру, Бог – Отец по отношению к своему Сыну, который пишется с большой буквы, Бог – Отец по отношению ко всему человечеству и Бог – Отец по отношению лично ко мне. Что это дает в качестве благой вести или, наоборот, не очень благой. Разговор наш в прошлый понедельник был такой достаточно плавный и тягучий, потому что тема, в которую мы входили, она действительно какая-то такая бездна, тьма, в которой с фонариком или со свечкой надо очень бережно проходить. Но вот сегодня, и мы анонсируем сразу на несколько передач вперед, что мы постараемся, насколько это возможно, полновесно, насколько это возможно, открыто поговорить о родительстве, отцовстве, мужественности, мускулинности, как вообще устроен мужской мир. Мне когда было спето в песне, что этот мир мужской, действительно ли этот мир мускулинный, не умирает ли мужественность в современном обществе. Самое главное для наших, может быть, мужчин, которые нас смотрят, мы постараемся в том числе раскрыть какие-то секреты, как эту мужественность обрести, как ее воспитать в своих сыновьях, как статься, сбыться отцом. В общем, все это в нашем дальнейшем вот таком длительном диалоге. А в гостях у нас все те же отцы. Отец Николай Зинин, отец Тихон Сханов. Здравствуйте, отцы. Добрый день. Здравствуйте. Я очень хотел бы, чтобы, ну вот мы опять же с вами договаривались, чтобы это получился действительно какой-то открытый диалог, насколько возможно, с личными биографическими вставками, потому что опыт подсказывает, что для людей иногда теоретический конструкт, ну, когда мы начинаем говорить учебниками, цитатами из учебников по педагогике, психологии, не всегда это доходит, нежели когда мы приводим какие-то конкретные там примеры из собственной жизни, из собственных отношений со своими детьми или со своими отцами. Это иногда так коннектит с диалогом, с разговором лучше и быстрее. Мы с вами договорились о том, что мы максимально полновесно, насколько нам это позволит, интеллектуальный наш уровень, проговорим тему отцовства. Я на тебя надеюсь. Я думаю, наоборот, сомневаешься. А я надеюсь на вас, на обоих. Давайте начнем с какого-то общего вопроса, наверное. Что мы, вот мы, чтобы связать это с прошлой передачей, что из отношений, отношений к миру, как вам кажется, со стороны Бога, как отца, и то, как эта педагогика отцовская выстраивается по отношению к миру, к нам, к людям, что мы можем как отцы вынести? Такая, такая вот, сразу, да? Граната такая. Сразу со второго вопроса. Я бы сказал, да. Во-первых, мы договорились еще о другом, что мы скажем, что, конечно, отец должен быть примером для своего сына, а потом, как по правде, будем разговаривать. В общем, сразу отвечая на вопрос, тоска. Какой вопрос был? Тут неважно уже, по-моему. Да, неважно. В общем, отвечая на этот вопрос, тоска. Вот мы выносим из этих отношений какую-то тоску. Это, с одной стороны, единство отца и сына, с другой стороны, их разъединенность. Я как некогда писал рассказ на основе сна. Когда призывали нас в армию, меня и моего сына, то есть меня вместе с сыном призвали. Но его то ли некуда был деть, но Сон об этом не рассказывает, не объясняет. И вот мы остались в каком-то доме, там вся эта суета, и вот затоптанные игрушки детские, все вот так вот перевернуто, и я думаю, а куда его деть? И я ставлю палатку какую-то в этом доме, и говорю, Андрюха, посиди здесь. И там какие-то сборы, еще куда-то, еще куда-то. И он вот такой маленький, сидит, играет в эти игрушки, смотрит на нас, сумасшедших взрослых, которые готовятся к какой-то войне с непонятным врагом. И он совершенно одинок. И в этом одиночестве, я вместо него не могу это одиночество пережить. Я вместо него не могу там оказаться. Это его... Зона ответственности. Да, я могу там как-то вниманием указать, еще что-то. Но вот это его одиночество. И в конце сна, в общем, и в конце этого рассказа, я прихожу с войны, и вижу на перекрестке стоит сын. Уже очень устал. Он устал ждать. И внутри вот такая тоска, что я где-то там был, непонятно где, а он меня ждет. И он ждет вечность. То есть он... И в нем такая мужественность ждать невероятная. Вот. Прямо меня очень сильно, помню, проняло это. Думаю, он такой маленький и какой-то, ну, прям, еще маленький и хрупкий. А сколько в нем стержня, чтобы ждать меня. И вот я к нему прихожу, обнимаю, и он в моих руках вот так вот размекает и... Ну, растворяется, да, как вот на облаке. Вот. Такой вот сон. Отче. Отец Николай. И вот основное то, что недавно еще похожая ситуация была. Я из окна в алтаре смотрю, а он в садик пришел, уставший, что-то не спал, может настроение у сына не очень было. И он сидит на детской площадке, я из алтаря так смотрю в окошко, и он загрустил немножко, ну, чуть-чуть. Ребенок, ну, чуть-чуть загрустил. И он для меня в этот момент настолько близкий, ну, просто невероятно. Ну, и настолько же между нами, то есть он один там, автономный от меня. Вот. И вот это вот такая необычная штука. Отче, а у тебя есть, вот, что ты выносишь? Потому что надо понимать, что мы все учимся только быть отцами. Даже тот факт, что, может быть, у нас есть какие-то примеры, восхищающие нас отцовство. Мы все равно сами этот путь еще не прошли, мы в стадии становления. И поэтому, конечно, мы смотрим, зыркаем по сторонам. Я нахожу какие-то положительные примеры. И вот думаю, вот, вот, это вот, наверное, так вот оно и надо, так оно и правильно. Вот в отношении с Богом то, как Господь ведет себя как отец, ты чему у него учишься? Ну, я вот думал над этим вопросом. Наверное, мы все-таки вкладываем то, чего нам не хватает. То есть образ отца, он такой составной. Что-то из Евангелия, что-то, свои какие-то блоки. Ненавязчивость, наверное. Ненавязчивость? Забота такая мудрая, неспешная и ненавязчивость. То есть мы говорили вот на прошлой программе о том, что это благая вещь, что ты сын. Но где-то мы не хотим быть сынами. Нам проще рабами где-то. Ну, так в религиозном контексте. Или проще просто дистанцироваться, сказать, я не верю. Потому что все равно наш человеческий образ сыновства, отцовства, он тоже такой достаточно авторитарный. То есть ты должен, там, где мусор выброси, заповеди соблюдай. И вот так как ты это тоже сформулировал, мне это немного... Вот это, может, тревогу и поселяет, что 24 часа, там, 7 дней в неделю на тебя кто-то смотрит. То есть в меня это вселяет какой-то... Но это неконтролирующий взор. Трехотическая тревога такая, что я как бы не могу сам по себе побыть. Ты же когда вот держишь Федю, вот, ну, сам уже не держишь, он уже большой. Но он убегает. Не, ну, когда вот он только родился, вот момент грудняшки, вот он лежит у тебя на руке, ты же смотришь, ты же не там, вот так смотришь. Ну, понятно, я же говорю, как у меня это все преломляется. Я же уже не могу себя представить в образе Феди, который лежит, ничего вообще не схватывает, не понимает. То есть мне нужно пространство отдельное от отца. В принципе-то это, ну, в нормальных, я думаю, отношениях оно есть. То есть поэтому я как отец выделяю пространство отдельное от себя, где мои сыновья могут побыть сами, без меня. Вот, но при этом я тревожусь все равно. Ну, вот мне понравилось, как отец Тихон сказал, где-то, наверное, в глубине, я прямо с ним очень согласен, что тут тоска, наверное, может и обоюдная, потому что мы существуем так долго, без непосредственного его общения, что это просто очень так грустно на самом деле. То есть мы воспринимаем Бога, я, по крайней мере, так в своем личном опыте духовном, как еле уловимый какой-то зов. То есть нет четкого восприятия, нет четкого канала связи, где ты бы спросил, тебе сказал, делай так там или не делай так. Потому что это тоже хочется знать, да, хочется. Но он дает вот этот простор, может быть, в этом смысл, для того, чтобы мы могли и ошибиться, и все. То есть есть ли у нас понимание, что мы имеем право на ошибку? Есть ли у нас понимание, что, ну скажу, может быть, сейчас как-то жестко, да, что заповедей нет? То есть есть ли у нас понимание, что Господь снял границы, когда сказал, что Он наш отец? И даже эта притча, где блудный сын убивает отца, так, да, ментально, уходя от него, она тоже говорит об этом. Уж какую заповедь можно нарушить, если ты вообще отца убил, и все там растранжи, и вот так-то, ну, втоптал все в ничто. И даже сами отношения сыновства и отцовства ты просто разрушил своим этим действием, да? Ты сказал, ты меня не отец, я тебе не сын. И все равно эта ситуация проживается, как бы, принятием и этого тоже. Как ты сказал, можно плюнуть там в отца, да, можно сказать, что его нет. То есть все-таки традиционное православие, оно воспринимает это как грех, да, как некую там ошибку, там, недопустимое действие, там, и так далее, непрощенный грех, там, и так далее. Вот. А сами отношения глубинные сыновства и отцовства, потому что, ну, чем, чем мы хуже того сына и сна, отца Тихона, который где-то в палатке, пока папа где-то чем-то занят. Потому что, ну, у меня я так проживаю. Когда отца нет, какие-то длительные вот эти вот разрывы, они очень тяжело проживают, депрессивные иногда. Ну, хорошо, что мы так логично перешли к вопросу, может быть, о том, зачем вообще нужен отец. Да он просто есть. Как зачем? Ну, да. Он просто есть, но не в жизни всякого. Вот, например, у меня его нет. Вот. Ну, ты же сам сказал, ты добирал где-то этот образ. Ну, да, все равно есть. Ты добирал у духовника, ты добирал там, о, я смотрел примеры, говорю, о, вот это отец. Ты добирал в фильмах образы, мужественности. Мы же понимаем, что это не одно и то же. Почему? В чем-то это одно и то же. А, ну. Вот я, насколько понимаю, у нас какие-то три разных примера сыновства. Вот у меня нет отца. У отца Николая есть. Насколько хорошее отношение? Ну, не знаю, трудно так сказать. Тем более, что его уже нет в живых. А, ну, то есть, вот, да, момент, когда... Я точно знаю, что он есть, но кто он, я не знаю. Были тревожные очень отношения. Отец страдал алкоголизмом, были непонятные, были ощущения, что, в принципе, ты не нужен. Поэтому, может быть, та ситуация, когда как бы его нет, просто нет, она, может, менее тревожная. Когда он есть, но непонятно, ты нужен ему или нет. И у отца Тихона очень были тесные, такие близкие и светлые отношения. Тоже умер, но совершенно иные воспоминания. Ну, разные воспоминания есть. То есть, ну, разные. Это же живые отношения. Там нельзя сказать, что мы всегда радушны с ним. Ну, это понятно. Это же, ну, опять же, это концепция. Ну, конечно, да. Вот, потому что я отвечу на твой вопрос по поводу лучше ли так, или, ну, чтобы его вообще не было, чем был бы, там, скажем, какой-нибудь, не скажем, не такой. С одной стороны, возможно, я тут, опять же, не могу же говорить, мне не с чем сравнивать, но, когда ты, например, узнаешь, что и отчество вымышленное, ну, так получилось, что мама просто взяла и присвоила мне в свидетельстве о рождении отчество, которое, имя мужское, которое ей просто очень нравилось. То есть, я не знаю даже имени и фамилии, я не знаю вообще, то есть, тут же тоже надо понимать, что это какой-то такой ластиком стертый корень. У меня два корня должно быть, как у дерева, да, а вот один корень прям напрочь стерт. То есть, условно говоря, это, как пелось у Бориса Гребенщикова в одной из песен, я родился со стертой памятью, моя родина где-то вдали. Или как Диана Арбенина в одном из стихотворений тоже заявляла, как стихотворение называлось, я слушаю Тома Йорка, там фраза такая есть, мы врём нашим мамам, отцов мы не знаем, мы кольца на самое большое надеваем. Вот это же такая штука, то есть, она всё равно травмирующая, когда ты вдруг соединяешься с... Всё в жизни травмирующее. Так сказал психолог. Всегда есть что сказать. И психотерапевт, и батюшка, всегда есть что сказать. Ну, то есть, ну, да, травмирующие. Все случаи в жизни травмирующие практически. Ну, то есть, живи ты с отцом, там, допустим, 20 лет, да, допустим, или там больше, или чуть меньше, у тебя будут какие-то травмы. Живи ты без отца, у тебя всё равно на этом же фоне будет... Нулевая травма будет, что ты будешь там думать. Нет. Какой бы он был. Если отца нет, всё равно по поводу него есть травма. Как будто он не помог. Когда он есть, по поводу него всё равно чуть-чуть будут травмы там. А у меня есть вообще с ним отношения, несмотря на то, что его нет? Ну, конечно. Ну, конечно, целую передачу вот теперь. Просто так, что... Ну, во-первых, да, но не просто она же так, там есть у неё какие-то корни тоже. Вот. А потом, ну, вот это вот добирание где-то отношений, которых душа требует. Это тоже выстраивание отношений со своим отцом. Это адаптация? Ну, да. Ну, просто в вашем случае он это... больше молчит. Ближе к Богу, получается. Больше молчит. Недавно... Бог тоже молчит. Когда отец ушёл, ну, я так думаю, ну, там на небе, там, понятно, молитва. Всё, и как-то нормально. И вот пару раз возникало таких историй несколько. Хочу рассказать отцу. Вот хочу ему рассказать. И всё. Ни маме не хочу, ни жене, ни детям, никому не хочу. Ни друзьям. Не хочу рассказать. Хочу папе рассказать. Приди и сказать, пап, вот так вот. А мне знаешь, как откликается в Евангелии, помнишь? Никто не знает сына, только отец. И у меня, кстати, так в семье бывает часто. Вот, кстати, к вопросу опять возникает эта тема из нашей передачи. Я смотрю на ситуацию, жена там что-то им говорит или за что-то ругает, а ребёнок, он в другом состоянии. И подходишь, и уберёшь на руки, и всё успокаивается. И жена успокаивается, и ребёнок успокаивается. То есть отец как-то, по крайней мере, мне вот откликается. Ну, с материнством можно то же самое. Можно, да. Иногда жена подключается. Дисконект у меня тоже иногда бывает. Да, когда я не в себе. И тут мать более тонко считывает настроение и состояние ребёнка. Ну, вот тут вот у меня, знаешь, отозвалось тоже сон недавно. Вот вчера буквально. Раз уж у нас тема снов пошла. Бочки такие сны рассуждают. Нет, ну, что-то подсознание. И редко мне папа снится. Но вот как будто мы с ним стоим у окна. Такой солнечный день. И что-то я вот вспомнил. Мне в 6 лет записали на маленький теннис, пинг-понг. И у меня так хорошо вообще получалось. То есть я за год прям уже соревнования там выигрывал. Мне просто не давали диплома, потому что я слишком маленький был. Потому что там соревнования там с 7 лет, а мне 5 было. Там 6 вот так вот. Я что-то стою и ему рассказываю. Папа, помнишь, я вот так вот играл? Помнишь, вот так? А помнишь, такой случай был, что там запулили мячик этот. Вообще там мы занимались на Динамо, а там потолок, там метров 10, наверное, высота потолка. Я не знаю, там очень высокий зал. И мячик прямо под этот. И я бежал, бежал, бежал. Добежал до него, ударил и попал на сторону противника. То есть я мяч выиграл. Ну, это было невероятно. Там за 10 метров до стола я его где-то поймал, пульнул просто наугад. И что-то вот мне вот во сне именно это вспомнилось. Я говорю, папа, зачем надо было потом заниматься этим фехтованием? Потому что секцию закрыли на Динамо, и надо было ездить куда-то на безымянку, на 34-м автобусе. Тогда в 90-х это было очень сложно. И меня одного там боялись что-то отпускать. И в итоге... И у меня такой какой-то претензии. Я такой, папа, нафига надо было это? А он такой говорит, а помнишь, я говорил, ракетку-то на соревнования легче носить, чем все это. И я такой, ну да, ты говорил. То есть мне вот, если говорить о мужественности, отец, то есть он... Тут такие тонкие настройки. То есть ты даешь, вот как я говорю, пространство ребенку быть самому. А где-то ему надо помочь, а ты... То есть если будешь больше помогать, он будет потом упрекать, что ты не давал этого пространства сколько надо. Поэтому... Будешь отсутствовать, скажешь, что отсутствует. Да, будешь присутствовать, будешь слишком много на себя там, да, там, забивать его желание. Поэтому для меня это вопрос всегда открытый. И у меня нет готового решения на каждый... Но ты об этом размышляешь? Да, здесь, так, да. А вот так, чтобы оставаться наедине, и вдруг вот думать... Анализировать как-то... Вот, например, я... Часто у меня возникает такой вопрос, мне бы его хотелось тоже и вам тогда задать, чтобы мы поразмышляли вместе. А чего ждет Господь от моего отцовства? Ну, просто я понимаю, что... Я сам себе задаю этот вопрос чуть ли не каждый день. Вот у меня пятеро детей, у отца Николая четверо, у тебя двое. Трое уже почти. А, скоро будет в октябре, скоро, еще пока двое. Ну, по ранжиру все. Ну, двое? Ну, на самом деле мы уже воспринимаем как трое, просто там... Да, да, ну и как японцы. Ты что-то же меня показал. Ну, ты сам пока... Здесь очень важный момент, то есть вот во все времена и в архаических культурах, да и сейчас мы, например, чаще всего, когда, например, семьи сталкиваются с бездетностью, то есть вот они не могут зачать, они воспринимают это как проклятие. Ну, там, условно, да, так это и интерпретируется. А наоборот, когда у тебя рождаются дети, это какое-то благословение Божие. Но это же всегда автоматически порождает вопрос. А чего ты, Господи, ждешь от меня, как от отца? Потому что чего ты ждешь от меня, как от, не знаю, от мужчины, от священника, просто от человека? Мне более-менее даже может быть понятно, когда я там читаю Евангелие. Допустим, я могу слишком поверхностно прочитывать заповеди. А вот чего ты ждешь от меня, как от отца? Вот как бы вы на этот вопрос ответили? Вот ты меня благословил быть родителем. Чего ты от меня жаждешь? Ну, будь им. Ну, да. Просто будь. Ну, вопрос. Мне кажется, Богу просто интересно, какой ты отец. Я, я практически, если сторона, то я просто смотрю в детей, чтобы увидеть себя. Так. Просто огромное количество. Но я не задаюсь вопросом, что Бог от меня ждет. Для меня это тоже какая-то невротическая установка. Вот. Хорошо, что это так возникает. Потому что ведь большинство... Как будто бы я должен сходить в магазин за маслом, и я не сходил. Или, а что я должен купить, Господи? Жена мне может позвонить, дать список, купи картошки, там масло. Но он же не дает мне никакого списка. Ты в некую бытовую плоскость сейчас перевел. А если перевести... Ну, даже в духовную, все равно я не знаю, что. Ты должен привести, большинство так воспринимает, ты должен их привести ко мне. Ну, да. Ну, это такое, как это, на заклание, что ли, ко мне. Такой ветхозаветный консерв. А вот так, чтобы это увязалось с евангельским образом Отче наш, с тем, что мы уже сейчас сказали о своем восприятии его как Отца, и в то же время, вот, как, условно говоря, как некая эстафетная палочка. То есть наше отцовство упирается в конечном итоге в отцовство божественное. Но он же как отец по отношению к нам, как к сыновьям, чего-то... У нас есть время прочитать два абзаца? Да. Я тут два года назад читал книжку и... Написал? Да, написал. Вот. А потом ее вчера перечитывал, потому что забыл, что писал об отцовстве. Я думаю, в контексте передачи это прям и о том, о чем мы сейчас говорим, это прям актуально. Интересно, что отношения Отца и Сына появляются в истории Вечности первыми. Как ни странно звучит выражение «история Вечности» и первыми. Но тем не менее, даже прежде отношения мужчины и женщины, света и тьмы. Более того, эти отношения уже названы предвечными. Помните в молитве от Отца рожденного прежде всех век? «Если отношения моего деда и моего отца, мои с папой, мои отношения с сыном, а дальше отношения моего сына с его сыном, если все эти отношения по образу и подобию тех, о которых я говорю, то это огромная мощь. А что, если дать этой мощи проявиться в жизни? Просто не испугаться, впустить ее? Ну иначе говоря, не пойти на войну с непонятным врагом, не суетиться, а поиграть с собственным сыном. Быть вместе. Хотя ведь, если честно, в этих отношениях разлуки не избежать. Но там, где она не обязательно, нужно быть вместе. Одним словом, я и сам ничего не знаю про эту мощь, но уже немного чувствую принятие, заботу, любовь, разлуку, воссоединение, почтение, может быть, конфликт. Как мне хочется, чтобы эта мощь была с Андреем всю его жизнь. Я думаю, что это и есть тот самый мужской стержень, который должен быть в любом мужчине. Я, наверное, как и многие, когда читал Евангелие от Матфея, перелистывал перечисления родословных Христа. Но сейчас смотрю на эти имена иначе, словно это вечный огонь. В нем тоже нет особого прагматизма. Картошку на нем не пожаришь, а в перечислении имен, думал я, какая может быть мне польза. В перечислении имен, вроде бы, нет философской мысли, мудрой причти. Но теперь ясно, что в именах есть созерцание, стержень, протяженность до самого первого отца. Чувствую неловкость, делая такой большой акцент исключительно на отцовство и сыноство. Даже не упомянув о роли женщины. Просто навсего про материнство я ничего не знаю. Я был как бы на другой стороне поповины. Я только пил молоко, но не кормил. Это все же совсем другое. Хотя и нечто, в чем я точно уверен. Без матери отношения отца и сына не воплощаются, не проявляются, не продолжаются. Женщина не только проводник этих отношений, но и строитель, участник. Я вот вспоминаю отношения с женой до и после появления Андрея и Анютки. После появления на свет ребенка женщина становится не только твоей любимой, твоей второй половиной, но и участницей отношений с твоими детьми. С твоими детьми. Ну, закончим. А, вот еще в конце абзаца. Можно себе представить рыбалку только отца и сына. Есть, конечно, выезды на природу семейные, но это совсем не то, что мужская рыбалка. Только представьте. Папа, сын. Тишина. Озеро. Как помните на картине Игоря Кравцова «Отец и сын». Наверное, одна из моих самых любимых картин. Я, кстати, не сторонник думать, что мальчики получают какие-то исключительно мужские навыки в гараже или на рыбалке со своими папами. Дело в другом, по-моему. Именно в том, что они находятся как бы отдельно от всех остальных. Это их тишина, их задумчивость, их любовь. Аминь. 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 Да. Мы тоже про женщин тут. Ну, то есть, вот эти мысли про отцов-сыновство, они так или иначе постоянно всплывают. И вот даже что-то забываешь, и потом, да, вот я об этом думал, оказывается, несколько лет назад. У нас совсем мало времени остается. Я бы вот хотел, вот я цитаты свои привел, которые описывают отцовство. Я знаю, что отец Николай тоже заготовил. Я потому что процитировал, а теперь твои очки. Да. Да. Что такое отцовство? Есть ли какая-то цитата, которая для тебя максимально точно описывается система «отец-сын»? Я тут много слов написал, но цитаты нет. Нет, быть началом пути, причалом, бухтой, садом, родником. Это надо покатать. Да. И у меня почему-то, как я подумал, как я это воспринимаю, как утешение. Для меня отцовство – это то, что утешает. То есть, это такой предмет веры в тебя, что в тебя поверили и тебе… Нет, я как отец имею возможность утешить. А, вот так. Реализовать. Да, моя задача главная в этой жизни. Ну что ж, тогда я тоже, вот как бы уже подытоживая и резюмируя, вспомню цитату уже упомянутого Александра Филоненко или Филоненко, не знаю, как ударение правильно ставится. Мне понравилось его воспоминание из детства, когда он, значит, с отцом гуляет где-то по Италии. Ну, сейчас вообще, как бы я не помню, какой именно храм, в какой храм они зашли. Или храм, или музей, ну что-то такое. И он, значит, отец его подводит, там какое-то гигантское подкупольное пространство. Он показывает пальцем, смотри. А говорит, отец у меня, в принципе, был такой достаточно молчаливый, из него слова не вытянешь. Вот. Он говорит, вот смотри. И я начал крутиться, рассматривать все это, все. И вдруг слышу, ну куда ты встал, по-мокрому идешь. И это была бабушка-хранительница этого музея. И говорит, в этот момент, я еще тогда этого в полной мере не осознал, но когда вспомнил эту историю уже в зрелом возрасте, я понял, в чем заключается отцовство. Отцовство заключается вот в этом жесте, смотри туда и показать величие всего того, что у тебя окружается. А тебе этот мир, понятно, что здесь гендерная принадлежность, что это была бабушка, не важна. Это мог быть и дедушка-хранитель. Но этот мир тебя постоянно стремится опустить голову вот в пол. И мне кажется, это прекрасная метафора. Спасибо огромное вам. Спасибо. В следующий раз мы продолжим говорить, и дальше мы уже будем раскрывать какие-то конкретные аватары отца. Отец как педагог, отец как психолог, отец как учитель и так далее. Присоединяйтесь в следующий понедельник. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова